МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Солнце. Это наш свет, наша жизнь. Все, что растет и что мы делаем, контролируется Солнцем и зависит от него. Солнце. Это древнеегипетский бог Ра, который каждый день рождается заново. Солнце. Это древнегреческий бог Гелиос, который ежедневно правит свою колесницу по небу. На протяжении всей истории человечества люди обожествляли его, и этот бог требовал, чтобы мы соблюдали субординацию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В наши дни мы знаем, что Солнце это огромный ядерный реактор, поверхность которого находится в постоянном движении. Оно рождает жестокие солнечные бури, отправляя к Земле потоки смертоносной радиации. А его сила гравитации удерживает все планеты Солнечной системы на своих орбитах. Сегодня оно дает нам жизнь. Но оно же может ее и отнять. Наши Солнце родилось примерно 5 миллиардов лет тому назад. И по прогнозам ученых, примерно через 5 миллиардов лет оно умрет. Но прежде превратится в огромного красного гиганта, поглотит Меркурий, Венеру и Землю. К тому времени людей на Земле уже не будет. Собственно, как и каких-либо других форм жизни. Но как бы это было, если бы это случилось уже завтра? На наших глазах. Вы бы хотели увидеть, какими будут последние годы жизни нашей звезды по имени Солнце? Если да, тогда усаживайтесь поудобней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Солнце это раскаленный шар горящих газов, диаметром более миллиона трехсот тысяч километров. Оно примерно в миллион раз больше Земли. Но дело не только в его размере. В его ядре происходит термоядерная реакция, где атомы, сталкиваясь, высвобождают огромное количество энергии. За одну секунду Солнце вырабатывает намного больше энергии, чем вырабатывают все электростанции Земли за год. Благодаря этому Солнце дает нам свет и тепло, без которых на Земле не было бы жизни. Но Солнце не вечно. Запас его топлива не бесконечен. Рано или поздно водород в его ядре закончится. Мы, конечно же, этого не застанем, так как жизнь Солнца измеряется миллиардами лет. Но давайте представим, что Солнце резко начало стареть уже сегодня. Что бы мы увидели? И как долго смогли бы выжить в новых условиях? Давайте представим, что однажды, проснувшись утром, мы узнали, что Солнце постарело на миллиард лет. Оно стало давать нашей планете больше света и больше тепла. Конечно же, перемен вот так сразу заметно не будет. Но в Солнечном ядре уже производится больше энергии, чем прежде. Водород стремительно сжигается. Ядро уменьшается. И чем меньше остается водорода, тем больше сжимается ядро. Теперь в его ядре атомы водорода сталкиваются чаще, чем раньше. В результате образуется больше энергии. Солнце становится горячее. И на Земле становится теплее. Жители городов начинают страдать от 50-ти градусной жары. А по всему миру температура поднялась примерно на 20 градусов. В Африке, Азии, Австралии она стала достигать 55-60 градусов. Все страны мира страдают от невыносимой жары. Ледники на северном и южном полюсах начали таять. И это просто так не закончится. Конечно же, на это уйдет немало лет. Но в конечном итоге весь лед на полюсах растает. По всему миру люди, живущие в прибрежных городах, столкнутся со стихийными бедствиями. А многие прибрежные регионы и вовсе уйдут под воду. Когда же на планете становится слишком жарко, то вода начинает испаряться. И в ее атмосфере будет слишком много пара. Это будет создавать парниковый эффект. Климат будет жарким и влажным. В таких парниковых условиях жизнь в городах будет замирать. А люди и животные по всему миру будут страдать от жары. При температуре воздуха выше 37 градусов организм человека начинает не справляться с охлаждением. Температура тела повышается. Человек перестает нормально соображать. Длительное повышение тепла всего на 3-4 градуса может привести к необратимым последствиям и даже к летальному исходу. Водород в солнечном ядре постепенно сгорает и однажды закончится совсем. Это естественный ход жизни Солнца, занимающий миллиарды лет. Но мы попытаемся представить, что Солнце стремительно стареет уже сейчас и как это скажется на Земле. В нашем представлении за ночь Солнце постарело еще на 5000 лет. Температура на планете по-прежнему на 20 градусов выше, чем сейчас. В тех местах, где росли клёны и ели, стали расти тропические растения. Климат во всем мире резко изменился. Из-за потепления испаряется огромное количество влаги. Это приводит к тропическим ливням по всему миру. Растения северного полушария не могут приспособиться к новым условиям, а посему клёны, дубы и лиственницы, кедры, ели и сосны погибают. Одним растениям нравится дождь, другим нет. Людям же он когда-то приносил пользу, орошая поля и помогал переносить жару. У человека очень хорошо устроена терморегуляция. Вода охлаждает нас, забирая избыточное тепло из организма. Но при 55-градусной жаре и большой влажности это не помогает. Человек сильно потеет, при этом расходуется больше 4 литров воды в час. Это огромная нагрузка на организм. А жара по-прежнему не спадает. Городские железобетонные дома удерживают тепло, а посему здесь температура выше на 4 градуса, чем за городом. Пытаясь выжить в новых условиях, люди будут устремляться в деревни, где хоть немного прохладнее. Это мир, где Солнце пережило две трети своей жизни. На самом же деле от этого момента нас отделяет примерно 3 миллиарда лет. Но мы пытаемся представить, что будет, если старение Солнца пойдет быстрее. Солнечное ядро состоит из водорода. И вот теперь большая его часть израсходована. И хотя водорода в ядре стало меньше, Солнце стало греть еще сильнее. По мере того, как водорода в ядре становится все меньше и меньше, внешние слои оказывают на него все больше давления. И от этого термоядерная реакция в ядре идет еще быстрее. Это необратимый процесс, ведущий к гибели Солнца. Если посмотреть на такое Солнце, то большой разницы в его яркости мы бы не заметили. Она была бы незначительной. Но в данной ситуации страшен не свет, а тепло. И вот времен года, какими мы их знаем, больше нет. Температура воздуха на всей планете поднялась выше 100 градусов. А это больше, чем температура кипения воды. При такой температуре человек выжить не сможет. Вдохнув такой горячий воздух, человек сажет дыхательные пути и легкие. Но и это еще не все. В прежние времена Землю от солнечного излучения защищала магнитосфера. Это такое невидимое магнитное поле вокруг планеты. Но теперь от Солнца исходит еще больше тепла. И магнитосфера постепенно ослабевает. А это значит, что она пропускает больше ультрафиолета. Кожа человека не выдержит этого излучения. Теперь люди больше не могут жить на поверхности Земли. Только под землей люди смогут укрыться от испепеляющей жары и опасного ультрафиолетового излучения. Но слишком глубоко под землю углубляться нельзя. Здесь тоже чем глубже, тем жарче. На каждые 300 метров температура повышается примерно на 8 градусов. Теперь человечество оказалось между Ссылой и Харибдой. Между смертоносными лучами Солнца и жара от ядра нашей собственной планеты. Выходить на поверхность Земли без скафандра больше невозможно. Температура на поверхности поднимается все выше и выше. Мир также совершенно не похож на тот, к которому мы привыкли. Температура в этом мире поднялась на 150 градусов. А безжалостное Солнце испепеляет обезлюдившее городам. Вода при такой температуре под жарким Солнцем закипает и испаряется. А посему резко падает уровень Мирового океана. На Земле теперь горячо, как в печи. Поверхность Земли постепенно превращается в раскаленную пустыню, где ничто не может выжить, а температура продолжает повышаться. Растений больше нет, и в атмосфере становится все меньше кислорода. До потепления в нашей атмосфере его было 20%. Теперь кислорода стало 10%. Для жизни человека этого недостаточно. Так же, как недостаточно и для поддержания горения. Но худшие еще впереди. Солнце стремительно стареет, с каждой минутой приближаясь к своей гибели. Прошло 4 миллиарда лет. Земля все еще вращается вокруг Солнца. Но это уже совсем другая планета. Температура на поверхности достигает почти 400 градусов и продолжает расти. Ничто не способно выжить в таких условиях. Под землей тоже не удастся выжить. В таких условиях земная жизнь окончательно исчезнет. С планеты испарилась вся вода. Океаны превратились в безжизненные соляные пустыни. При такой высокой температуре начинает разрушаться бетон. В бетоне есть вода. Изготовить бетон без воды невозможно. Но при температуре воздуха в 400 градусов, вода из бетона быстро испаряется. И он начинает разрушаться. Но некоторые памятники древности стойко переносят такую температуру. Известниковые глыбы, из которых построены египетские пирамиды, способны выдержать температуру даже в 400 градусов. Однако температура продолжает расти. А это значит, что будет еще жарче. И вот температура резко повышается до 1200 градусов. Скоро мир изменится до неузнаваемости навсегда. Пришло время, когда великие пирамиды больше не могут выдержать такой жары. Известняк начинает разрушаться, а пески начинают плавиться. Температура слишком высока. Теперь пришло время исчезновения последних следов разумной жизни на планете Земля. Наша планета стала красной выжженной пустыней. Солнце светит ярче на 40%, и все, что осталось на планете, было сожжено. Солнце, которое было для нас Богом, символом света, тепла и жизни, испепелило нашу планету. Солнце состарилось почти на 5 миллиардов лет. На нем догорели последние запасы водорода, а это значит, что годы нашей планеты сочтены. В результате мощного горения гелия в ядре Солнца, его ядро начинает расширяться. Вслед за ядром внешние слои Солнца тоже начинают расширяться. Поэтому Солнце сильно увеличилось в размерах, и Земля оказалась всего в нескольких миллионах километров от его поверхности. Солнце уже поглотило Меркурий и Венеру, и теперь оно заполняет весь горизонт нашей планеты. И вот наступает конец. Внешняя оболочка Солнца замедляет вращение Земли вокруг него. Наша планета теперь похожа на пылающий шар. Происходит сильный взрыв. Земля разлетается на мелкие куски, и Солнце поглощает нашу планету. В этом видео мы провели всего лишь эксперимент. Но хотим и того или нет, старее наше Солнце будет становиться все горячее. В конечном счете оно превратится в красного гиганта, и тогда изменится вся наша Солнечная система. Это произойдет не скоро, примерно через 5 миллиардов лет, но это неизбежность. А пока наше существование зависит от хрупкого баланса всего, что есть в нашем мире. На нашей планете не слишком жарко, а солнечного тепла хватает для зарождения и поддержания жизни. И все это благодаря нашей звезде по имени Солнце. Что же, дорогие друзья, на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если видео понравилось, то поделитесь с друзьями. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о наших новых выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok